Бодрый привет, Республика! Успели прочувствовать всеми фибрами своего тела жаркие температуры последних дней? Как ощущения? Уверена, многие из вас этого ждали, но некоторым излишнее тепло не по нраву. Все поправимо. Наша команда приготовила для вас новости, которые точно помогут вам освежиться. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия 11». О чем пойдет речь в первой части нашего выпуска, узнаем прямо сейчас. Возраст не преграда. В Книжпогорском районе открылся Центр общения старшего поколения. Экспедиция в Помоздино. Поисковики региона ищут останки новомученика Дмитрия Спасского. Мчим на всех парах. В Сыктывкаре прошло открытие мотосезона. Встали с кровати, но желание остаться в объятиях морфея по-прежнему вас не покидает? У многих такое состояние связано с ночными бодрствованиями. Треть взрослых людей по всему миру просыпается посреди ночи не менее трех раз в неделю. И для 40% из них возвращение ко сну становится проблемой. Если человек часто просыпается посреди ночи, это может быть связано с чрезмерным волнением. Для успокоения мозга можно попробовать дыхательную медитацию или занятие физической активностью днем. Люди, которые регулярно занимаются спортом, обычно быстрее засыпают и крепче спят. Также важно следить за режимом дня и не засыпать слишком поздно, чтобы не нарушать естественный цикл сна. Рекомендуется ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже выходные. Если проблемы со сном становятся постоянными, стоит обратиться к специалисту, который поможет определить причину пробуждения и предложит соответствующее лечение. Для пожилых жителей Княжпогорского района открылся Центр общения старшего поколения, который совместил в себе помощь по актуальным вопросам пенсионного законодательства с творческими мастер-классами, кулинарными и поэтическими вечерами. Самыми интересными подробностями поделится наша гостья. Заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Республике Коми Наталья Ильчукова. Наталья Александровна, добрый день. Добрый день. Расскажите для начала, пожалуйста, что это за проект? Как вы уже знаете, с 1 января 2023 года пенсионный фонд, социальный фонд объединились в одну структуру. Социальный фонд России, как вы уже сказали. И это было сделано, конечно, для того, чтобы людям было удобно получать услуги обоих фондов в одном месте. Но при этом мы получили некоторый эффект – это высвобождение площадей в клиентских службах. И, как правило, это коснулось небольших районов. И социальный фонд правильно посчитал, что эти свободные площади нужно передать на социальные нужды. В частности, для наших пенсионеров. Социальный фонд запустил проект. И этот проект был запущен в конце прошлого года. И уже в декабре мы открыли центр общения для людей старшего возраста, поколения в Троицко-Печорском районе. И в апреле такой центр открылся в Княжпогорском районе. Кто организовывает работу? Центр сотрудники социального фонда или сами же пенсионеры тоже проявляют активность? Конечно, план мероприятий составляют наши коллеги. Но при этом это все делается совместно с пенсионерами. Так, например, в Троицко-Печорске уже посетители центра провели, поучаствовали в ряде мероприятиях, таких как мастер-классах, викторинах. Посетили Крыльевический музей. При этом они и получают знания, вот как я уже озвучила. То есть послушали полезную лекцию о пенсионной обеспечении, социальных выплатах. В преддверии у нас дачного сезона, конечно, это все будет развиваться еще, и будут проводиться различные викторины, и лекция здоровья, ярмарки рассад. То есть это ближайшие мероприятия, которые планируются как раз-таки в Княжпогорском районе? Ну, в Княжпогорском районе также поэтические, как вы озвучили уже, вечер, кулинарный конкурс. Также планируется организовать занятия по аквааэробике. Ну и все мероприятия, в принципе, можно посмотреть у нас на официальных группах отделения, социальных сетях, а также на официальной страничке социального фонда. Будут открываться такие центры и в других районах. Конечно, когда это произойдет, сейчас сложно сказать, но мы видим в этом положительный опыт, такие площадки будут пользоваться спросом, поэтому как только такая возможность появится, конечно, они будут открываться. Но сегодня мы приглашаем жителей Троицко-Печорского района и Княжпогорского района к нам в гости и для участия в мероприятиях в центре общения. Думаю, что открытие таких площадок очень интересное ноу-хау, которое поможет людям, даже взрослым, найти себе развлечения и занятия по душе. Спасибо вам большое, Наталья Александровна, за то, что проделываете такую работу. Завтра лидеры поискового движения Коми отправляются в село Помоздина Усть-Куломского района для поиска в могилы иерея Дмитрия Спасского, причисленного к лику святых новомучеников и исповедников российских. Священник был расстрелян красноармейцами в 1918 году у зимовки Подора. Через три дня после расстрела матушка Анна с жителями перевезла тело мужа в Помоздина. Это в 30 километрах от Подоры. И отец Дмитрий был похоронен на сельском кладбище. В то время на кресте побоялись написать его имя. В настоящее время на месте могилы священника находится старое здание школы, около которой стоит поминальный крест. Усть-Куломские власти дали разрешение на разбор полов, раскопки и подъем мощей Дмитрия Спасского. Наша программа узнала детали поисковой экспедиции. Отец Дмитрий Спаский принял мученический венец первым из священнослужителей Коми. Он был расстрелян 19 сентября 1918 года. В 2008-м поисковики республики предприняли попытку найти его могилу. Однако в старом деревянном здании на улице Уляшева, 29, еще работала школа. И разбирать полы, поднимать грунт было невозможно. В руках командира сыктывкарского отряда наследия Сергея Тоскаева исторический снимок. На фотографии мы видим Юрия Спиридонова, его жена Галина Медуха, внучка Дмитрия Спасского. Вот Феликс Карманов, старший внук священно-мученика, который и указал место захоронения. Родственники подсказали, что когда вот это здание поставили, могила была святого утрачена. И сказали, что это крайний правый угол вот этого двухэтажного деревянного здания. Сейчас школа переехала в новое здание. Старое пустует, и разрешение на раскопки от усколомских властей получено. По информации Сергея Тоскаева, священник покоится в могиле в полном церковном облачении. Есть наперстный крест с цепочкой. Поэтому в поисковых работах будет использован металлодетектор. После подъема мощей Дмитрия Спасского участники экспедиции оформят акт эксгумации. Будет крестный ход. Мы пройдемся по селу, и мощи отца Дмитрия Спасского займут свое место в храме, названном в честь святого. Во все времена в нашей стране были люди, которые жертвовали жизнью за веру и Отечество. Их подвиг, как путеводная звезда, освещает дорогу ныне живущим и будущим поколениям России. Уже почти наступило лето, поэтому на дорогах все чаще можно встретить мотоциклистов. Для них май традиционно месяц открытия мотосезона. Байкеры со всей республики собираются вместе и устраивают настоящий праздник. Живая музыка, соревнования и дружеская атмосфера. Как в этом году прошла первая встреча после долгого зимнего перерыва, узнала Мария Дымова. Сезон мотоциклистов на севере длится всего несколько месяцев, с мая по сентябрь. Поэтому байкеры стараются успеть как можно больше в этот период. Много внимания мотосоюз Коми уделяет туризму. Летом участники регулярно путешествуют по родной республике и за ее пределами. Для многих из них мотоциклы – это уже не просто развлечение, а образ жизни. Яркий тому пример Светлана Чеснокова. Она села на железного коня еще подростком. С рождением ребенка пришлось на время забыть о скорости и ветре в волосах. Но сейчас Светлана снова за рулем мотоцикла. На своем пути она часто сталкивалась со стереотипом, что мотоциклы не для женщин. Но всегда доказывала обратное. Сначала обижалась, а сейчас мне уже настолько все равно, что говорят. А теперь какое-то появилось и со стороны ребят уважение, что все-таки никого я осуждать не собираюсь и принимаю себя такую, какую я есть и остальных. Открытие сезона у мотоциклистов – это долгожданная встреча старых друзей. Байкеры приезжают со всей республики, а воркутинцы даже привозят технику на поезде. В этом году на парковке центрального стадиона собралось больше 120 мотоциклов. Масштабный праздник «Мотосоюз» делает не только для общения с единомышленниками. Это и напоминание водителям машин, что надо быть аккуратными, особенно летом, когда на дорогах появляются байкеры. Помимо байкеров на открытии сезона собрались спортсмены. Они принимают участие в соревнованиях по мото-джимхане, проще говоря, фигурному управлению мотоциклом. Необходимо показать скорость и максимальную правильность выполнения упражнений. В турнире три номинации – байки, электрические и кроссовые мотоциклы. Все фигуры взяты со стандартной сдачи экзаменов на водительского засуновения категория, то есть на мотоцикле. То есть все это стандартно, это все, кто из мотоциклейцев имеет права, они проходили это, когда получали водительское удовлетворение. Президент Федерации отмечает, что у нас в регионе есть довольно сильные спортсмены. Они регулярно выезжают в другие города России на соревнования по мотоциклетному спорту. Но в Республике Коми, к сожалению, пока негде организовывать такие масштабные турниры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно с этим связан миф, что кофе опасен для сердца. На самом деле у людей без тревоги он не оказывает негативного влияния на сердечно-сосудистую систему. Потому, друзья, кофе пить можно, но осторожно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем тем, кто при одном только упоминании этого напитка ощущает его вкус на губах, спешу сообщить. Команда студия 11 берет небольшой перерыв и объявляет кофе-брейк специально для вас. Этих мгновений как раз хватит для того, чтобы заварить себе чашечку бодрости. Разделить ее вы сможете с нашей увлекательной и познавательной программой. К этому моменту мы успеем вернуться на ваши телеэкраны. Не переключайтесь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы снова в эфире. Студия 11 рада приветствовать вас, дорогие друзья. Уже не терпится поделиться с вами не менее интересными новостями, которые с энтузиазмом собирала для вас наша команда. Какими именно, узнаем из анонса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Держи удар! Барабанщики республики победили во всероссийском конкурсе. Гордость за юные дарования. Школьница из Синдера стала победителем регионального этапа всероссийского литературного конкурса. Крутые повороты. В Сыктывкаре открылась секция по авто- и мотоспорту. МОТОРОЛА Фильм с таким названием посвящен нашему земляку Арсену Павлову. Он родился в Ухте, но так сложилось, что судьба привела его на Донбасс в 2014-м, где он отстаивал интересы русскоязычного населения. Он был одним из самых успешных командиров армии ДНР. За свои заслуги получил звание Герой Донецкой Народной Республики. О жизни, любви и смерти Моторолы в фильме, который вы сможете увидеть сегодня вечером. Ухта – небольшой город в республике Коми на севере России. Промышленный центр – родина первой российской нефти. Здесь, на ее окраине, в поселке Дальний, на переулке Газовиков, и началась история будущего героя Донецкой Республики. Он рос обычным мальчишкой в обычной семье. Очень любили к ним домой ходить, поскольку у них папа, он сам художник. Но мама тоже такой творческий человек была. Она шапки шила, там таким швия была. Папа у него художник был, и скульптор, и мозаику, и иконы. Там очень много. Вот мы к ним очень любили ходить домой, как в музей. Арсен рос в семье не один. У него была младшая сестренка, которую он очень любил. Но в один из дней случилась трагедия. Маленькая Даша погибла. Уже будучи где-то, наверное, я не помню, год не вспомню какой, но примерно это у меня сыну два годика было. Ушел отец у них, дед Сережа, потом ушла и теть Галя следом. То есть он остался подростком один в этом мире. Так Арсен стал сиротой в 15 лет. Сначала опекуство над ним взяла бабушка. Чуть позже он оказался у родной тети на юге России в Ставрополье. В 2002-м Арсен уходит в армию, осваивает армейское дело в рядах морской пехоты 77-й отдельной бригады. А после срочной остается служить по контракту. Свой первый боевой опыт получает в двух командировках в Чечню. Там же и родился позывной Моторола. Арсен обеспечивал бригаду связью. Уже после на гражданке Арсен Павлов осваивает несколько мирных профессий. Но событие на украинском Майдане меняет судьбу Павлова. Сначала он наблюдает за происходящим в СМИ, а потом и сам едет в Украину. Первый серьезный бой для Моторолы состоялся в Донецкой Семеновке 5 мая 2014 года, когда он вместе со своими бойцами попал в засаду. Позже будет сформировано знаменитое подразделение «Спарта», которое пройдет все этапы возмужания взросления вместе с командиром. Подразделение принимало участие в обороне «Славянска», в боях за Иловайск и в затяжной осаде и дальнейшем успешном штурме Донецкого аэропорта. Какой главный мотив? Мотив, основной мотив – это защитить народ, защитить мирное население, которое всяческим образом уничтожает. «Салп!» 21 февраля 2015 года Арсену Павлову вручают звезду Героя Донецкой Народной Республики. Там же на передовой Арсен Павлов познакомился со своей избранницей, а уже через неделю пара сыграла свадьбу. В течение двух лет в семье Павловых родились сын и дочь. Когда Арсен погиб, младшему сыну было меньше месяца, а дочери – всего полтора года. Позже, в 2022-м, президент России Владимир Путин посмертно наградил Павлова Арсена Александровича Орденом Мужества. В июле того же года на малой родине Арсена Павлова в Ухте на стене школы номер 13, где учился будущий герой Донецкой Республики, появилась мемориальная доска в его память. «Ну, он же выходит из обычной семьи, как-то из обычного общества, и такого добиваются самые обычные люди. Это еще одна доказательство тому, что все в этом мире возможно, и если ты хочешь, то у тебя это получится». В феврале 2022-го началась специальная военная операция. И снова тысячи парней из российских глубинок взяли в руки автоматы, чтобы дать отпор фашизму, как это делали их деды и прадеды 80 лет тому назад. Точно так же поступил Арсен Павлов, простой парень из Ухты, и навсегда остался в народной памяти легендарным Моторолой, настоящим героем. Грандиозные победы на всероссийском конкурсе «Серебряные струны». Ученики нескольких музыкальных школ Сыктывкара стали призерами во множестве номинаций. С победителями престижного мероприятия пообщался мой коллега Северин Арпа. Ребят, первым делом поздравляем вас с такой победой. Расскажите, насколько было сложно, сколько вообще народу коллективов приехало со всей страны? Мы видели очень много сильных коллективов с разных республик, с разных округов. Были ребята из Перми, Яранск, Москва, Киркская область, конечно же, Казань – очень сильные коллективы. Кристина, у тебя какие впечатления от фестиваля остались? Насколько была вообще там дружелюбная атмосфера или жесткая прям конкуренция? Вообще была дружеская атмосфера. Ну, вот так вот. Впечатления прекрасные, на самом деле. Сколько дней проходил фестиваль? Фестиваль проходил 4 дня. Какие номинации большие? Вокальные инструментальные ансамбли, возрастные категории и возрастные категории, также сольные номинации, там, педагог-ученик, просто ученик и так далее, и тому подобное. Вы были одни представители из нашей республики или кто-то тоже еще приехал? Приезжали еще ребята из… Ижмы. Из Ижмы. Из Игновкара мы были вот самой большой делегацией. А также приезжал мальчик-солист, играл на ударной установке из Вильгарта. Наверное, один из главных вопросов, кто журил, кто оценивал все выступления? Очень сильное, компетентное судейство. Там звездные жюри. Это легенды русского рока. Прекрасные вокалисты, например, Петр Илфимов. Также Артур Беркут, это солист группы Артур Беркут и бывший солист Ария. Или, например, битбоксер Антон Гладышев. Это человек, который открыл самую большую, самую крупную школу битбокса в России. А еще крайне приятно то, что жюри оставляли обратную связь. То бишь мы получили развернутые комментарии по нашим выступлениям. Там все ошибки, все недочеты, ну и также похвала, конечно же. За это отдельное спасибо организаторам, отдельное спасибо членам жюри. Это приятно, это порадовало. Мы даже не предполагали, что мы возьмем гран-при, и то, что мы возьмем столько первых мест. Это было очень приятно и неожиданно. Ну что, я надеюсь, сейчас мы услышим от вас отрывок из вашего выступления. Конечно, зашлем по классике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же приятно наблюдать за победами молодежи и в сфере гуманитарных наук. Синдерская школьница – региональный победитель Всероссийского литературного конкурса «Класс». Завершен региональный этап пятого сезона Всероссийского конкурса для школьников восьмых-одиннадцатых классов. Проект призван стать мостиком между талантливыми подростками и профессиональными литераторами. Коржова Василиса вошла в список победителей, представляющих Республику Коми. Своими эмоциями она поделится с нами прямо сейчас. Василиса с нами на связи. Здравствуй. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, что ты чувствовала, когда узнала о победе на региональном уровне? Я была очень счастлива, но я не рассчитывала на победу. Я просто отправила рассказ, и у меня было совершенно неожиданно, что я прошла, что я перегональная победитель. Это, наверное, просто было, потому что новая какая-то, да, победа, первая такая в жизни. Перегональная. А что подтолкнуло тебя принять участие в этом конкурсе? Рекомендация от учительницы. Она мне посоветовала этот конкурс. Я посмотрела положение, меня зацепила одна тема. В голове сразу нарисовалась картинка, и я перенесла это на дно. Замечательно. А из чего состояла твоя картинка? Можешь поподробнее немножко рассказать? Полностью. У меня, если вкратце, то рассказ получается код-председатель. Его отправили командовать в рот и пьцов. Он хотел воспитать из них представителей семейства кошачьих, но в итоге они сами перевоспитали его по псам. Очень захватывающе. Думаю, интересно будет даже зрителям нашим тоже почитать твой рассказ, если вдруг когда-то ты решишь его оформить, что-то большее и перенести на бумагу большим тиражом. А будут ли еще этапы на более высоком уровне в этом конкурсе? Да, 6 июня я узнаю, прошла ли я на всероссийский этап для поездки в Москву. Что же, мы тебе желаем больших успехов и удачи. Надеемся, все пройдет отлично, и ты повидаешь столицу-матушку. Спасибо тебе большое, Василиса. Рада была у тебя слышать. Хорошо, спасибо вам тоже большое за пожелание успехов. В Сыктывкаре открылись секции по картингу и мотокроссу для детей с 8 лет. Первая группа из 36 человек начала занятия в мае. Мне удалось побывать на стадионе, где проходит подготовка будущих спортсменов, пообщаться с организаторами и тренерами и самой ощутить невероятный спектр эмоций от управления картам. Мир высоких скоростей, рев мотора и головокружительные впечатления. Именно так можно сказать про открывшуюся в столице Коми авто- и мотоциклетную школу для детей. Решение открыть спортивную секцию было принято в апреле. Направление выбрано не случайно. Этот вид спорта очень привлекает молодежь. А что же приобрели для технического оснащения этого вида спорта? На самом деле потребовалось много всего для того, чтобы приобрести новую технику. Это мотоциклы, это картинки. Это оснащение, которое действительно нужно для обслуживания технических видов спорта. Мы подготовили технические боксы для осуществления ремонта каких-то мероприятий. Мы подготовили теоретические классы, учебные классы, для того, чтобы дети полноценно получали эти знания по новым видам спорта. Ну и, конечно же, действительно, совершенно верно заметил Артем Юрьевич, что в первую очередь обязательно нужно научиться теории, прежде чем приступать к практике. И сейчас мы познакомимся как раз таки с этими кабинетами, в которых и происходит подготовка деток к тому, чтобы они поскорее сели за руль. Яркая экипировка и оборудование никого не оставят равнодушным. Тут сразу появляется желание нажать на педаль. Алексей Олегович, расскажите, пожалуйста, с чего же начинается теория для деток? Наглядное пособие, получается, устройство мотоцикла, экипировка, учение вождения. Теория начинается с заинтересованности детей. Чтобы заинтересовать детей, мы тут сделали с ребятами, собрали стенды наглядные благодаря нашим коллегам. Замечательно. Это все выглядит очень интересно и заманчиво. И хотела бы спросить, могу ли я попробовать себя в роли ученика? Конечно, вы можете попробовать. Если хотите, пойдемте. Ну что же, передо мной лежит набор настоящего картингиста. И сейчас мне помогут с его как раз-таки. С чего же начать? Ну что же, и теперь мы полностью готовы. С правилами управления гоночным автомобилем меня ознакомил тренер автомобильного спорта Александр Боев. Левая – это тормоз. Ноги работают в двух положениях. Левая свободно, правая нажата. Едем, чтобы остановиться. Правая отпускаем, нажимаем левую. Одновременно нажимать нельзя. Безопасность всегда должна оставаться на первом месте, поэтому поначалу я была очень осторожна. Конечно, с настоящими мастерами своего дела мне не сравниться. Если у вас была давняя мечта прокатиться с ветерком на карте или мотоцикле, мы рады сообщить. Прорабатывается вопрос об открытии коммерческих групп для взрослых, где каждый желающий сможет освоить азы автоспорта. Ну что же, я только что попробовала прокатиться на этой великолепной машине. Прямо так иначе даже и не скажешь. Эмоции невероятные. И прямо сейчас я как раз-таки поговорю с тем человеком, который решил возродить этот спорт у нас в республике. И Виктор, что же сподвигло вас возродить этот спорт у нас в Коми? На самом деле я не единственный, кто решил возродить в республике Коми энтузиасты. А мотоспорта два года назад решили создать федерацию интеллектуализованного спорта. И вот плоды, наверное, этого создания сейчас мы видим в открытии этой авто-мотошколы при спортшколе номер один. Спасибо большое, Виктор. И спасибо всем тем, кто работает над продвижением авто- и мотоспорта в нашей республике. Спасибо вам большое. Ну, спасибо, наверное, всем тем, да, действительно, кто нам помогает на данный момент. Это и глава республики, и профильное министерство, соответственно, и спортшкола номер один, ну и все энтузиасты нашего вида спорта. Если ваш ребенок уже успел стать частью команды гонщиков, то мы желаем ему достижения новых высот в этом захватывающем деле. Можете не сомневаться, авто- и мотоспорт приносят море счастья и заряда энергии. Проверено на себе и рекомендовано Студия 11. На этой радостной новости наша информационно-развлекательная программа прощается с вами, дорогие друзья. Превратите обычный четверг в день, полный удивительных событий. Увидимся в эфире. Пока-пока.